Привет! Это Данила Хомутовский. Я хочу разобраться в новом удивительном мире украинской блогосферы. Кто такие Миша Кацурин, Андрей Бродецкий, Духовное лицо, Мамасита? Почему они популярны? Как на них это влияет и что им это дает? Мы с нашими исследователями постараемся ответить на все эти вопросы и разобраться в новом явлении интернет-популярности. Это цифровые звезды. Подписывайтесь и ставьте лайк. Привет! Сегодня я хочу разобраться, что такое интернет-популярность. И именно поэтому я назначила встречу с Марією Оз, Духовное лицо, у которой на 60 тысяч подписчиков больше, чем у меня. Че вважает Маша себя блогеркой и что остается за кадром ее работы, сегодня я вам покажу. Было? Супер! Маша, привет! Привет! Как ты сама себя называешь? Мария. Духовное лицо також видомо, как Мария Оз. Киевская арт-блогерка, головной специализацией которой есть стоп-мошен анимация. Маша співпрацювала с брендами Oh My Look, J-Bar, Icos и Goodvine. Створила видеоряд для выступов Ивана Дорна, Онука и Дахабраха и сняла кліп для Дмитра Шурова. Головная социальная мережа для нее – Инстаграм, где на ее странице подписаны 103 тысячи людей. А если сказать «Мария», «Духовное лицо», кто это в трех словах? Смотрите, в украинском языке есть такое слово «мытэть», в английском есть такое слово «artist». Что в русском языке есть, я не знаю, мы можем назвать это художник, но все воспринимают это как художник, это человек, который рисует или пишет картины. Вот, поэтому я бы могла назвать себя режиссером, но, к сожалению, я еще недостаточно много для этого сделала, чтобы действительно так себя называть. Вот, поэтому «artist». В то же время у тебя там 103 тысячи подписчиков, считаешь ли ты себя блогером? Я не могу сказать, что я бы хотела быть блогером, но так получается, что периодически меня так называют. Но когда ты создавала свою страничку в Инстаграме, у тебя была какая-то конкретная цель касательно подписчиков? Нет, это было настолько давно, что я тогда и не знала, что есть люди, у которых там есть по миллиону подписчиков, например. Изначально у меня был совершенно трэш-контент, там какие-то фотографии псевдо-красивых закатов, рассветов, какие-то фотографии с путешествий, но, естественно, все это было со стандартными фильтрами. Но это было пять лет назад или шесть, это было очень давно. Это самый популярный в Украине стоп-мошен аниматор-артист. Правильно? Стоп-мошен аниматор-артист. Ну, может быть. Я бы хотела снимать и что-то другое. Я периодически это делаю, но, естественно, если все это от этого и пошло, то от этого нельзя отвязаться. Но ты помнишь тот момент, когда ты ощутила, что стоп-моушен анимация становится твоим делом, приносит тебе коммерческий успех, приводит к тебе новую аудиторию в Инстаграм? Есть магазин эклеров киевский, и вот они первые, кто написал мне, попросил снять видео. Я пришла к ним со штативом и с айфоном, я тогда еще на айфон все снимала. Вот, и это был первый коммерческий заказ, когда я сняла видео с их эклерами, которые там ползали, завязывались в коробочку. Как вообще сформирован твой день? У меня вообще достаточно хаотичный тайм-менеджмент, потому что его практически нет, и это моя проблема, на самом деле. Что я делаю? Просыпаюсь утром, потому что у меня будет мопс. Я его кормлю, гуляю с ним, а потом я начинаю делать какие-то правки по проектам, которые у меня есть текущие. Может быть, еду на съемку, может быть, снимаю что-то для себя, может быть, просто ничего не делаю и сижу и думаю, что же мне сделать. Ты предлагаешь сама себя конкретным людям, в котором ты хочешь работать, брендам? Мне кажется, это бич любого фрилансера, что он может умереть в нищете, потому что к нему, там, не знаю, за неделю никто не написал. Я просто беру и что-то делаю. У меня на самом деле очень часто бывает такое чувство, что я лежу, отдыхаю, но в голове я не могу успокоиться, потому что мне нужно что-то снять, что-то снять, что-то снять. И сложно, потому что ты не отдыхаешь тогда. Ты просто сидишь и грызешь себя изнутри. Просто нужно как-то себя. Каундам. Пропустись. Пропустись нормально. Стоп-моушн-анімація – вид анімації, де сцени створюються за допомогою покадрової зйомки об'єкта. Вперше була використана у 1897 році у фільмі «The Humpty Dumpty Circus». Довгий час вона використовувалася для створення як анімаційних картин, так і спецефектів до повнометражних стрічок. Наприклад, «Кінг Конг», «Індіана Джонс», «Зоряні війни». В СРСР стоп-моушн-анімація широко використовувались при створенні мультфільмів, зазвичай пластелінов. У 2002 році український мультфільм «Степана Коваля і шов трамвай дев'ятий номер», створений за допомогою стоп-моушн-анімації, отримав «Срібного ведмедя Берлінале». Найвідоміші приклади стоп-моушн-анімації – «Кошмар перед Різдвом» Тіма Бертона, «Фантастичний містер Фокс» Веса Андерсона, «Волес і Громід» – фільми анімаційної студії «Лайка». Но ти свого единорога сюда принесла, в своє рабочее місто. Твоя квартира выглядит вот… Ну, вот моя комната, где я сплю, выглядит вот примерно вот так. Вот примерно вот так? Да. А кабинет выглядит он просто белый, і там є зелёный шкаф і зелёный диван, і все. А как происходит процесс съємки твой? Ай, сначала я придумываю все, що я буду делать. То есть это происходит там в постели, в душе? В душе, кстати, самая крутая идея. У мене тоже. В общем, це все придумывається в голові. Потом очень важний – найти реквізит. После того, как я его нахожу, уже начинаю снимать. Делаю там один кадр, передвигаю предмет, а другой кадр. У меня в инстаграме всегда спрашивают, что это за программа. Так вот, ты сам руками предметы двигаешь. Нужен фон обязательно, какой-нибудь яркий или неяркий, в зависимости от идеи. Обязательно много реквізита. Желательно много реквізита, потому что все же все, что я делаю, оно связано с предметами, с реквізитом. И там больше предметов, чем людей. Ну, естественно, после того, как я снимаю это все, у меня есть уже материал, из которого я потом склеиваю видео, крашу его. Это уже я просто долго сижу за компьютером и просто молча сижу и что-то делаю. Киев, в принципе, не такой большой город, тем более все знают всех творческих личностей. И там бывает даже 20 тысяч подписчиков, а люди встречают и говорят, о, я видела, что ты запостила в сторис. Как ты реагируешь, когда тебя узнают? Со мной дети фотографируются. Да? Да. Это очень мило. Прямо очень мило. Тем более они у меня очень милые, добрые, вежливые. И там не бывает никаких проблем. Ну, по крайней мере, пока что. Одним из самых известных, независимых стоп-моушен-аниматоров в мире есть Адам Песабен, або Пес. Его YouTube-канал нараховує майже 2 миллиона подписчиков. Сам артист неодноразово номинувався на разные нагороди, среди которых есть даже номинация на «Оскар» у 2013 году за «Найкращую анімаційную короткометражку». Кроме того, на рахунку Пес – Эмми за «Найкращую рекламу» та кілька профильных рекламных нагород у різных галузях. Меган Чиньоли – фотография, которая случайно занимается стоп-моушеном. Результатом стало створення Visual Country – одниєї з найбільших компаній, що працюють зі стоп-моушен-анімацією у комерційному секторі. В іншому напрямі пішли хлопці з дуету «Red & Link». Після успіху їхнього стоп-моушен-відео «Війна футболок» комики взялися за створення власного шоу, яке зараз демонструється на YouTube Red. А ти немножко подоснула от стоп-моушен стилей ступи? Да, конечно. Да. Просто я бы могла натворить себе режиссером, если бы я там сняла что-то не стоп-моушен, например. Ну, вот клип Шурнова ты тоже снимала в стоп-моушен стилистике? Да, да. Ну, они хотели его таким видеть, они хотели, чтобы он был похож на то, что я делала. И мне кажется, он хорошо получился. Мне очень понравилось с ними работать. Как ты себя видишь через 10 лет? Ну, я бы очень хотела снять фильм. Полнометражний? Ну, вообще, хорошо бы начать с короткометражного, а потом уже заняться чем-то большим, масштабным. Я вот снималась в этом фильме Тони Ноябрёвой, который скоро выйдет игрой нашего часа. Вот. Я посмотрела, сколько это работы, сколько это усилий, сколько это людей, сколько всего-всего-всего. И я поняла, что до этого у меня на самом деле еще расти и расти. Но было бы очень круто, если бы это со мной когда-нибудь произошло. Такой классический вопрос, но мне очень интересно. С кем тебе хочется поработать? Кому тебе хочется что снять? Во-первых, я очень люблю Даху-Браху. Если мы вернемся, мы уже снимали их для Атлас Викинда. И они прекрасны. Я очень люблю их музыку. Мне кажется, это вообще феномен, который почему-то произошел именно здесь. И это очень круто. С ними было бы очень приятно поработать. Из мировых. Я была на концерте Бенджамина Клементайна. И вау, вау, очень круто. Ну, а какие режиссеры сейчас, вот в данный момент твоей жизни тебя вдохновляют? За кем ты следишь? Я не могу называть там много режиссеров, которые мне нравятся. Я могу называть только Веса Андерсона, в который меня устраивает все. Вот вообще все. И он даже снял мультфильм. И не один. Я смотрел бесподобный мистер Фокс. И потрясающе. Все прекрасно. Мне еще очень понравился Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау. Ну, надеюсь, что с моим будет миллион подписчиков.